Девушки отдыхают 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 Едем. Добро пожаловать. Ты из племени Бурового Медведя, Зоркий Сокол, не правда ли? Насколько я знаю, ваши вигвамы там наверху, Тонго Риве. Бреднолицые братья разве уже не работают у Сэма Блейка? Давно уже. Хватит с нас. Работать у него вознится из-за понюшку табаку и рюмку виски? Работать мы не против, но не даром же. Если нам здесь повезет, тогда другое дело. Мы сможем даже купить всю вашу землю. Мой друг Чет любит преувеличивать. Всего несколько крупинок, а сколько пришлось попотеть. Преколепный конь. Только немного пуглив. У твоего друга нет ружья. Это тебе. Держи-ка. Для него ты получишь самое лучшее ружье, да к тому же еще дюжины три патрона. Спасибо, вождь. Этого мяса хватит на целую неделю. А потом мы отправимся в Тенглвуд и притащим всего вдоволь. Если там встретите торговца Сэма Блейка, скажите ему, пусть придет к нашим вигвамам. Какой отличный конь. Такого мустанга я никогда еще не видел в прерии. Любопытно, где он его поймал? Индейцы вернулись на зимнее пастбище на два месяца раньше. Что бы это могло значить? Бурый медведь и вождь Красное Облако оба верят бледнолицам. А Бурый медведь не подумал о том, что они могут обмануть его доверие. Разве вы забыли, что делают бледнолицые? Не мы пришли в их страну, а они пришли к нам и забирают все, что у нас есть. Вы забыли, как генерал Гастер, самый главный грабитель, вторгся к нам со своими людьми. Вы забыли, что они убивают буйволов, жгут наши вигвамы и разоряют нашу землю. И все это из-за желтого металла, который они здесь нашли. Вождь Бурый медведь не хочет, чтобы его воины вместе со всеми Дакотов выступили против наших врагов. Он верит каждому слову белого отца из далекого Вашингтона. Вожди племени Дакота, вы помните хоть один договор с бледнолицыми, который бы они не нарушили? Нет такого? Неужели мы будем терпеть и ждать, пока они нас всех уничтожат? Ташунко Витко говорит, нет. Мы не будем терпеть. Будем защищать землю своих предков. Это земля наша и мы ее никому не отдадим. Хау, я все сказал. КОНЕЦ КОНЕЦ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ГЛУБОКО ТРОНУЛИ НАС КОНЕЦ Глубоко тронули нас всех, но он забыл только одно. Немного лун сменилось с тех пор, как мы курили у костра трубку мира с бледнолицами. Я и Красное Облако. Вождь Красный Облако в тот же вечер заключил мир с бледнолицами. И теперь его вегвамы находятся под их защитой. Мой брат забывает, что мы должны подумать о наших женщинах и детях. Для нас это самое главное. Бурый медведь считает, мы можем спасти. Наше племя, если пойдем под защиту белых людей, нельзя делать так, как хочет Тошунка Витко. Хао, Хао, я все сказал. А теперь пусть говорит зоркий сокол. Это нашли в горах двое бледнолицых. Скоро их там будет 200. А с ними придет много длинных ножей, чтобы охранять их. Им всем нужен желтый металл. Вожди, у нас в горах не будет мира. Договор у костра порвали сами бледнолицые. Барабаны зовут нас. Мы идем на охоту. Мясо у нас будет сколько мы захотим. И нам незачем просить помощи у бледнолицых. Мы не можем. Господин сержант, ваши дела плохи. Если вы будете и дальше так играть, то вам придется заложить свой мундир. Фортуна им сопутствует. Э, подождите, здесь кажется что-то нечисто. Ой! Убери свои лапы подальше, детка. А ну-ка, сматывайся отсюда живо. Ну что же, если вы так настаиваете. Не джентльмены, а черт тебе что. А вы уверены, что нас там встретят с распростертыми объятиями? Не все сразу. По-моему, мистер Бледжин, индейцы так просто свою землю нам не уступят. Господа, не стоит волноваться. Согласно постановлению правительства, все краснокожие до 1 февраля 1876 года должны явиться в резервацию. И многие, я считаю, уже там. Но до тех пор нам придется пережить несколько беспокойных месяцев. Определенно. Браво, Галслорд. Вы предугадываете мои мысли. Я много думал. И пришел к выводу, что с краснокожими церемониться не стоит. Для них самих же будет лучше, если они поймут, что в Блэк-Хиллзе делать им уже нечего. Всех перестреляем. Точно. Вот именно. Идея-то хорошая, но есть одна загвоздка. У многих влиятельных людей она, к сожалению, не популярна. Ерунда. Как-нибудь спрашивать. Эта идея не только не популярна, она бесчеловечна. Вот как? А знаете, вы мне чем-то нравитесь, мистер Хилл. Один мой хороший знакомый вместе со своим отрядом поехал туда поохотиться. Вы меня, надеюсь, понимаете. Нет буйволов, значит, и индейцев тоже нет. Вы так думаете? Я в это дело вложил 500 долларов, а всем моим друзьям известно, что я никогда не бросаю деньги на ветер. Я не думаю, что я не буду делать. Моим друзьям известно, что я не знаю, что я не могу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Они убивают наших буйволов и бросают с деревятником на съедение. Мы умрем с голодом. Пусть пледнолицы и не думают, что мы будем спокойно смотреть на это. Нет, хватит! Голос огненного коня. Он везет новых грабителей. Они бросили нам вызов, мы им ответим на него. Мисс Эммерсон, вам бы лучше отойти от окна, там вам будет безопаснее. Благодарю вас, мистер Бледжин. Вы очень любезны. Кэтрин, отойди от окна. Простите. Осторожно, вы не ушиблись. Нет, благодарю. Если бы не вы. Это вы бы упали. Мисс не желает ли виски? Пожалуйста. Мисс Кэнди. Ха-ха-ха! 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 На отчерном коне очень много длинных ножей. Назад! Я тебя чувствую хорошо, не волнуйся. Ну и прекрасно. Мисс Кэтрин, все в порядке. Мисс Креткин? Я рад, что вы не пострадали. Эти проклятые краснокожие не дают нам покоя. Мы согласились поехать в Блекхиллз, мистер Бледжин, чтобы начать там новую жизнь. И нас не интересуют ни индейцы, ни ваши взаимоотношения с ними. Мы быстро расправимся с кучкой краснокожих негодяев, которые не соблюдают договор. Вы со мной согласны, лейтенант? Я имею предписание. Там ясно сказано, оружие не применять до 1 февраля. Но, разумеется, если понадобится, я всегда готов защитить мирных американских граждан всеми средствами, имеющимися в моем распоряжении. Я совершенно уверен, господа. Дай сюда. Уверен, что Тенгл станет для всех нас новой родиной, где мы сумеем. Меня оставишь. Мы сумеем нашить покатство. Правда, здесь еще пока не совсем безопасно. Зато цены на земельные участки без смешного низкие. А моя доля в вашей добыче золота будет самой минимальной. Но после 1 февраля цены на участки сразу подскочат, как ртуть в термометре. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мы все скорбим. Проворный олень был бесстрашным воином. У нас нет такого оружия, чтобы победить бледнолицых. Их было много, и у всех были ружья. Мое сердце наполняется гневом, когда я думаю о погибшем брате. За смерть проворного оленя мы отомстим бледнолицым-убийцам. Поезжайте вперед. Отвезите убитых к нашей стоянке. И пусть все узнают, как они погибли. Лиса верна, сказал, мы не сможем победить, пока у всех не будет ружей. Я клянусь вам, не успеет солнце дважды окрасить небо на востоке. Каждый будет иметь такое ружье. Что случилось? Дальше ехать нельзя, рельсы разобраны. Почему мы стоим? Рельсы разобраны. Папа, почему у тебя такое озабоченное лицо, не понимаю? Будь же последователен. Даже если имеется ввиду бледжин. Пошевеливайтесь. Выводите лошадей. Лейтенант Форсайт, 7-го драгунского полка. Направляюсь с подчиненными в Тенглвуд. Капитан Рональд, из 7-го, как выживает майор Рено. Вы давно в этом полку? Нет, я только весной закончил училище. Ах, вот как. Тогда желаю удачи на Диком Западе. Капитан, позвольте вам представить мистера Бледжин. Вот как. Очень рад тебя видеть, старина. Вот так сюрприз. Вы удивлены, лейтенант? Лейтенант, мой старый друг. Рассказывай, как дела? Все ли удалось сделать в Вашингтоне? Разве ты в этом сомневался? Да, но почему ты заставил нас покинуть поезд, а? Реальцы разобраны. Твоя затея с буйволами взбудоражила краснокожих. Вот и мы, Сэм. Все это очень похоже на войну. Нам бы не сдобровать, если бы быстрый барс не заменил машиниста. Пойду посмотрю, что привезли. Хорошо. Сэмюэл Блейк? Угу. Мак Драйден, сержант. Вижу. Мы вместе поедем в Тенглвуд. Можно грузить? Ты сказал, мы? Да, грузи. Что привезли? 50 ружей, 20 ящиков патронов. А как будет с оплатой? Договоримся. Молоша обратно. Влечь пистолет, Дэшен. Он просто пошутил, не так ли? Допустим. Редактор субтитров, Дэшен? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он был уже здесь Дакоты его называют Ядовитая змея Ядовитая змея Враг индейцев Последуем за бледнолицами Нам нужно добыть ружья Война с индейцами никому не нужна Я уже несколько лет веду торговлю с ними Не было случая Чтоб они хоть раз меня тронули Но вступив на тропу войны Они не пощадят никого А ведь существует договор о мире Договор о мире Он существует Но соблюдать его обязаны только индейцы Кстати, по этому договору Блек Хиллз принадлежит им Почему же вы сюда приехали? Я скажу почему Генерал Гастер во время экспедиции Обнаружил в этих краях Крупное месторождение золота Если не ошибаюсь, сержант Ты тоже участвовал в этом походе Совершенно верно Да Война будет И начнется она И позже весны Ты прав, Блейк Если будет война с индейцами Они припомнят нам резню, устроенную Гастером в свое время Этого краснокожие не забудут Такая прекрасная мирная ночь Да Здесь чудесно Но в этой стране я чувствую себя еще чужой Становится прохладно Идемте Сентиментальность Одна из самых ужасных болезней здесь на Западе Лучшим аргументом до сих пор пока остается Кольт Вам бы не мешало взять несколько уроков у одного из моих людей Мистер Эверсон, если вы хотите отдохнуть Моя палатка в вашем распоряжении Форсайт Я знаю, вы джентльмен Но, к сожалению, вы опоздали Мистер Эверсон предпочел мою палату Неужели вы продаете индейцам такую чертовщину? Это же не табак А конский навоз Не отходи далеко, если хочешь остаться живым Глупости Здесь все спокойно Как многие говорили Успокоились навсегда Я пойду лягу А в полночь сменю тебя Иди В чем дело? Хороший конь всегда чует индейцев Девочка моя Сержант Макдрейден Ко мне Риден Джексон, за мной Скорей Уже третий деньг Считай, считай Того чего доброго разоришься Скажи мне, Билл О чем ты так таинственно шептался сегодня утром С этими двумя кротами из Шайлингстоун? Не твое дело Допустим Но ядовитая змея вряд ли обрадуется Если узнает, что ты за его спиной занимаешься какими-то делишками За спиной хозяина никакими делишками не занимаюсь Понял? Я понял Ты понял Мы поняли Все поняли Босс приехал КОНЕЦ 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 Это мисс Кэтрин Эмерсон Чтоб не было никаких недоразумений, предупреждаю Она мой гость Она и ее отец Ясно? Добро пожаловать в Тенглвуд, мисс Кэтрин Чувствуйте себя как дома Прошу вас Женя, покажи господам комнату Эй, Билл В честь нашего приезда ребятам бочку виски Как дела, Билл? Как всегда, хозяин, в порядке Выпейте с нами, пожалуйста Ну что ж, ваше здоровье Это мисс Кэтрин Эй, 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 ха-ха-ха, али пиво. Хозяин угощает риски. Пиво. Эй, Кир. Твои бывшие возницы приходили. Рассказывали, что индейцы с ручья Шинингстоуна очень тоскуют по тебе и по патронам. Господину Блейку не нравятся виски Бледжина. Пойдем, Билл, принесем ему глоточек из личных запасов хозяина. Браво, Хилл! Браво! Когда эти двое были здесь... Кто? О ком вы? Не прикидывайся, ты знаешь о ком. У меня есть для вас хорошая новость. Откуда это? Чет мне дал вместо денег. Он обнаружил это в верховьях ручья Шинингстоуна. Приятное известие, Билл. Что же ты не начал сразу с этого? Обнаружили, говоришь, в верховьях Шинингстоуна. И так, в ближайшие дни мы нанесем им визит. Как бы не оборвалась. Неси еще веревку. А мы не опоздаем туда? Ой, как болит голова. И выпил же совсем немного. Виски у Бледжина никогда не бывают хорошим. Ну, не горюй, до свадьбы все пройдет. А так или иначе, переночевать нам придется у индейцев. Ну-ка, взяли. Смотри, к нам едут гости. Блик, я вижу, твоя торговля с индейцами идет успешно. Как жаль, что ее придется прекратить. Я в твои дела не лезу, Бледжин. И ты в мои не лезь. А, вот еще что. Эти двое ублюдков, которые роются в моей земле у Шинингстоуна, случайно не твои компаньоны, а? Впрочем, как и весь этот краснокожий сброд. Брось, кнут. А вообще-то желаю тебе удачи, друг индейцев. Дай Бог, чтобы Дакоты тебя не тронули. Сейчас не те времена. Спел. А он, пожалуй, прав. Черт возьми. Слишком рискованно. Развязывай. Слышали? Слышали. Быстребарс. Скачи у весь дух и передай Чету. Ядовитая змея что-то замышляет. Ядовитая змея, цыковь. А-а-а. Не трогай. А-а-а, не трогай. А-а-а, не трогай. А-а-а, не трогай. А-а-а. Что тебе здесь надо, быстрый барс? Неужели бледнолицые прогнали тебя в благодарность за твои услуги? Я теперь служу у торговца Сэма Блейка. Это он мне дал одно поручение к своим друзьям у Шайнг Стоун. Но почему ты так спешишь? Зоркий сокол, твой враг Ядовитая Змея снова здесь. Он ненавидит вас. Он запретил Блейку с вами торговать. Ядовитая Змея едет к ручью. Я должен предупредить двух бледнолицых об опасности. Сколько людей у Ядовитой Змеи? Четверо. Скачи назад. Возвращайтесь к Вигламам. Со мной поедут четверо. Проклятие. Сейчас, ЭПС, выходите! Где вы там прячетесь? Сначала уберите ружья! Эй, эй, чудо! А где другой? Я тоже здесь. Какая приятная неожиданность. Вы решили посетить наш участок, мистер Бледжин? Как ты сказал, ваш участок? Нет, ошибаешься, это мой участок. Да, Тон Кривода Шайнинг Стоун. Наше правительство мне его продало. Разумеется, за хорошие деньги. Если я захочу, я вас прогоню отсюда. Пэт, тебе не кажется, что он затевает, что ли? Но я поступлю великодушно. И не стану вас прогонять. 60% добычи мне. Договорились? Только без обмана. А вы, случайно, не перегрелись на солнце, мистер? Почему ты молчишь, Пэт? Вы ни унции не получите. А басню о покупке земли можете рассказывать кому-нибудь другому, но только не нам, Блетчер. А сейчас лучше уезжайте, да поскорее. Нам работать пора. Не двигаться! Рок, а ну взгляни, куда они спрятали мое золото. Назад, бандит! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он убит бурого медведя, он не хочет этого понять. Бледнолицые в Тенгалвуде должны узнать, что ты поступил против нашей воли. Мы не пойдем за тобой, Сокол. Ты сам поднял против них в горах топор войны. Иди к ним, выпрашивай у них мир. Но они обманут тебя. Бледнолицые хотят войны. Ты погибнешь, если покоришься им. Погибнет тот, кто поднимет против них топор войны. Первым я не нарушу мир. Мы едем сейчас к бледнолицым. И ты будешь отвечать за все. Я со своими людьми еще до рассвета уйду от ваших вигвамов. Мы не пойдем за вами к бледнолицым. Нас обманули. Вы отвлеките за это. Мы требуем за это. Речь идет об убийстве. Индейцы убили двух золотоискателей и трех моих верных помощников. Если мы простим им это, они всех нас уничтожат. Ворсайт, я прошу вас сурово наказать индейцев и обеспечить нашу безопасность. Это является вашим святым делом, господин офицер. Я получил строгий приказ. В нем сказано, что я не имею права трогать индейцев на этой территории до 1 февраля 1976 года, пока она им принадлежит. А до 1 февраля не могут убивать мирных американских граждан. Здорово получается. И чему вас только учили в военной шкоре. Минутку, бледжин. Что тебе там надо было у ручья? Эта земля принадлежит индейцам. Как об этом сейчас говорил Форсайт. Ты хотел навести у них свои порядки, не так ли? Сам решил отобрать у них землю. Это на тебя похоже. Интересно, где у него разрешение на землю? Пусть покажет его. Об этом потом. Слушайте, это же и в ваших интересах, чтоб краснокожих не было здесь. Одного мы хотим. Чтоб индейцы нас не трогали. Чтоб мы могли спокойно работать на той земле, за которую мы уже заплатили. Заплатили вам, бледжин. Вот что. Когда бледжин приглашал нас сюда, он сказал, что здесь нет индейцев. Это была ложь. Что ты сказал? Повтори. Это была ложь. Дело принимает крутой оборот. Позвольте я провожу тебя. Мне самому говорили, что вся местность будет освобождена от индейцев. Но вы сами видите, чем наша армия предпочитает заниматься. Поэтому приходится действовать самим. До сих пор ваши действия ни к чему хорошему не привели. Они убили чета. Это он, его люди. Это они. Это они. Чета. Мисс Эммерсон. Воды. Вы слышали, что он сказал? Убийство. Это все сокол. Его рук дело. Мистер Блейк. Нам важно выиграть время. Надо договориться с индейцами. Отнесите его в мой дом. Это безумие. Вести переговоры с убийцами. Хорошо. Пошли к ним своего краснокожего, Блейк. Быстро в Барса. Ладно, я пошлю его. Ты будешь его сопровождать. Угу. Убийство, Блейк. Убийство. Убийство. Сейчас остановимся на ночлег около белых камней. А на зиму поставим вигвамы внизу, в долине. Сокол, ты выбрал хорошее место. Подступы к нему легко защищать. Только хватит ли у нас пищи на зиму? В тех местах ее трудно будет добывать. Все, как я говорил. Половина людей покинула стоянку бурого медведя и уходит с соколом. Что ты говоришь? На коней. Скорее. Надо возвращаться. Нет, поедем дальше. Сэм, я не знаю. Сэм, Блейк послал меня к зоркому соколу. И я должен ему передать слова Блейкам. Надо быстрее догнать его. А я сказал, надо возвращаться. Не могу. Сэм, Блейк дал мне поручение. И я его выполню. А ты возвращайся. Я один поеду. Ну, хорошо. Пеняй на себя, краснокожий. Я не знаю, это еще. Да это уже. Ты меня, блядь. …сэм. Да. Я согласился. Угу. Я не знаю. Я не знаю. Ладно. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. То-то-то-то-то-то-то. Можно войти? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Как поживает ваш пациент? Он до сих пор без сознания. Мисс Кэтрин, я вами восторгаюсь. Вы мной? Вы так великолепно держались вчера там внизу. Я восхищен. Я уверен, что не каждая девушка на вашем месте так вела бы себя. Жизнь тут у нас трудная. Порой может казаться, что один хочет схватить за горло другого. Но поверьте, это вначале только так кажется. Я хочу с вами выпить за наше прекрасное будущее, наш прекрасный Тенга Вуд. Надеюсь, вы понимаете, почему я говорю? Наш Тенга Вуд. Я сделаю для вас все, что в моих силах. Вы станете хозяйкой Тенга Вуда. В сию же минуту отпустите меня. Вы с ума сошли, Бледжин. Я вас озолочу, Кэтрин. Успокойтесь, Бледжин, ни шагу. Стороннее предупреждаю, чтобы не было никаких недоразумений. Убирайтесь. Убирайтесь отсюда немедленно во избежание неприятностей. Не раздумывайте. Тогда я забуду этот инцидент. Такой вы мне нравитесь еще больше. Вы зря рискуете, мистер Бледжин. Надеюсь, вам все понятно. И еще одно запомните. Вы мне совсем не нравитесь, мистер Бледжин. Эй, Ник! А ну-ка, позови своего хозяина. Живо! Выходи, Бледжин! Слышишь? Мне с тобой надо поговорить. Что ты хочешь, Блейк? А ну покажи разрешение на владение участком. И потом объясни, кто это дал тебе такое право претендовать на землю, Шайнинг Стоун. Ты пьян. Пойди проспись. Эд недавно пришел в сознание. Он нам рассказал правду об убийстве Шайнинг Стоун. Что ты на это скажешь? Он просто вредит. У него жар. Лучше пойдем по стаканчику вина пропустим. Я тебе все расскажу. Нет, Бледжин. Ты мне все расскажешь теперь же. И не вздумай увиливать. Разнохожие бандиты, которые убили Чета, напали на нас и закололи быстрого Барса. Я сам в деле роги унес. Ну что, Блейк, по-прежнему будешь защищать убийцу? На этот раз погиб твой человек. Опять он выйдет сухим из воды. Сэм, не делай глупости. Эти краснокожие сейчас сюда едут. Они хотят предложить нам заключить с ними мир. Вот они. Легки на помине. Что ж, мы им окажем достойную встречу. Тащите быстрее оружие. Сокол покинул стоянку. У них там осталось мало индейцев. Сработаны отлично. Теперь Тенгел вот только чудо может спасти. Зачем ты к нам пожаловал, Борий Медведь? Мы хотим мира с бледнолицами. Ты немного опоздал. Индейцы убили у нас шесть человек. Я требую, чтобы вы выдали убийцу. И в первую очередь, Зоркова Сокола. Кроме того, я требую, чтобы вы покинули Плохилус. Топор войны не я поднял, а Зоркова Сокол. Он сегодня покинул мои Вигвамы. Вы останетесь здесь, пока все твои люди не покинут Плохилус. Отведите их в сарай, заприте там и как следует охраняйте. Отведите их в сарай, заприте там, и как следует охраняйте. Билл, завтрак по сходу сонка раздобут мне 30 мужчин. Ты понял? Мужчин, я им хорошо заплачу, а теперь угости нас виски. Туда наверх вы за час доедете. И смотрите, чтобы ни один камень не скатился с горы. Не волнуйтесь, все будет в порядке. У них там может быть часовой. Считайте, что его нет. Сигнал к началу действий. Два выстрела. Всем ясно? Да, хозяй. Ясно. Желаю удачи. КОНЕЦ 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 По-моему, это, скорее всего, похоже на бегство. Я не хочу расклёбывать кашу, которую заварили другие. А не жалко тебе дом? От него может ничего не остаться, когда вернёмся. Были бы целы голова и руки. А дом можно новый построить. Найдётся ли в фургоне ещё место для двоих? Конечно, найдётся. Субтитры создавал DimaTorzok Бэшэм, задержи фургон. Надо трогаться, пока не поздно. Как ваше здоровье? Благодарю, Кэтрин. Лучше быть не может. Эй, стойте, стойте! Решили прогуляться. Одну минутку, мистер Леммерсон и мисс Кэтрин. Сожалею, но вам придётся выйти. Выходите, что я сказал! Побыстрее! Ну! Не трогать! Ха-ха-ха! Фургон! Пэт позаботится о них. Едем! Играет музыка. Наши вегвамы! Скала! Скала обрушилась на наши вегвамы. На нас напали бледно лица. Ядовитая, ядовитая змея привел их. Все наши люди убиты или ранены. Где бурый медведь, где зоркий глаз? Не знаю. Они больше не вернулись. Их взяли в плен или тоже убили. Ми-х. Мой-х. Играет музыка. Черт возьми. Мой-х. Продолжение следует... 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 до 1 февраля 1976 года. И далее, в случае необходимости, разрешается применить оружие для удаления с этой территории поселенцев и золобистателей. Даже вы учили наизусть, сержант. А господа военные знают свое дело, не правда ли? Да. Я вас хорошо понимаю, приказам следовать необходимо, хотя бы для того, чтобы получить повышение. Но советую вам не забывать, что и с нами ссориться не следует, если хотите в будущем получить хороший участок земли, или вы на это не претендуете. Я бы на вашем месте постарался как-то договориться с индейцами, чтобы они оставили в покое Тенглвуд при условии, если вы освободите бурого медведя. КОНЕЦ Эй, ты негодяй! Я дарю тебе жизнь! Хотя с большим удовольствием сдёрнул бы тебя на первом суку. Передайте вашему вождю, он свободен. Мы хотим, чтобы индейцы оставили в покое Тенглвуд. Сначала уйдет бурый медведь, а потом вы. Сначала уйдет бурый медведь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА